АЛАНИЯ Итак, заключительный матч 20-го тура. Заключительный осенний матч первой лиги. Стартовал АЛАНИЯ против Акрона в Грозном на Ахмат-арене. А главным тренером будет именно Евгений Калешин. Обостряющая передача в штрафную. Передача с позиции левого защитника. А на ней оказывается, между прочим, нападающий Ислам Машуков. Лучший форвард АЛАНИЯ прямо сейчас. Представитель его тренерского штаба. Вплоть до, кстати, даже массажиста и врача. А вот здесь может быть опасно. Машуков! Машуков и не дает себя пройти. Данилкин! Какой удар! И перекладина! Уберегла ворота Сергея Волкова. Ух, какой момент! И кто же наносил этот удар? Мне показалось, что это одиннадцатый номер АЛАН Чочи. Номер Акрона. И хороша передача в штрафную. Здесь второй темп. Не заставляет себя ждать. Савичев удар. Первый удар в створ ворот АЛАНИЯ. На чеку Солдатенко. Затем переключается на воротаря. Солдатенко бьет. И вот здесь оказывается, каким провальным этот эпизод для защиты Акрона. Сергей Волков выручает. Но откровенно, конечно, надо говорить, что в данном случае Ислам Машуков далеко не лучшим образом действовал в завершении эпизода августа и сентября. И с тех пор осел плотно в запасе. Если я правильно помню, он даже и в кубковых матчах не использовался к Олешинам. И вот сегодня оказался в составе из-за дисквалификации Макарова. А вот так Батрас Гурцеев наказывает соперника в быстрой Владикавказской атаке. Двадцать пятая минута становится результативной для АЛАНИЯ. Хороший удар. Неприятности хозяевам поля. Подача, конечно, налажена. И у Писегова ложатся кучно. Примерно в одну и ту же позицию. А здесь здорово вырезает подачу уже слева и Писегов. И на добивании то Абусаид Эльдарушев показывает на центр арбитр и нападающий Акрона, едва забив мяч в сетку, выгребает его оттуда самостоятельно и несет на центр. Таким образом демонстрируя намерение Акрона для АЛАНИЯ в целом. А что накрывает здесь Машуков, между прочим, Волкова. А вот и момент у АЛАНИЯ. Удар под планку. И второй раз за тайм в перекладину попадает АЛАНИЯ. И делает это Вячеслав Кротов. Бил он с близкого расстояния. Бил по ушам, что называется, вратарю. Плиев, Багаев. И, наконец, длинная передача вперед. Оступился как неудачно, как не вовремя Савичев. Да и Волков вышел не лучшим образом за линию штрафной. Но с трудом, со скрипом все-таки удалось. Забирает под свой контроль мяч Акрон. Это не самый хороший знак для АЛАНИЯ. Подача Конюховой. Удар какой. Бой. Опережает Качмазова-Погосов. В этой ситуации и так здорово он набегал на этот мяч. Удар. И как неприятно мяч клевал прямо у газон. У самой лицевой линии. АЛАНЧОЧЕВ наносил этот удар. Гурцеев. Гурцеев из-под защитника. Верхний дальний угол метил. Батрас Гурцеев. Но все-таки не рассчитал. На ход Константину Савичеву. Выбивает Багаев в аут. Ух, как здорово сыграл Руслан Опеков. Погосов возвращает мяч. Опаснейшая ситуация под удар. И Иван Чудин эту чудесную комбинацию Акрона не превращает забитый мяч. Удар. Свою фальш-стенку соорудила и Аланья. И так свисток прозвучал. Гурцеев. Удар. Рикошет. Но нет. Этот рикошет не из тех, что помогает бьющему. Спокойно забирает мяч Сергей Волков. И тут же звучит финальный свисток. Ничья 1-1. Кто-то из футболистов Аланья даже валится на колени. От отчаяния, что не удалось вновь добиться победы.